Вечность это нечто такое, что не вмещается порой в наше сознание, потому что человек привык к повседневной жизни, к тому, что он ограничен, что все ограничено временем, что внушается ему вопрос, что все закончится, все пройдет, и тебя не будет, ничего не будет. И человек как-то принимает эту мысль и совершенно не открывает свое сердце к той вечности, которая уже есть в сердцах людей. Мы читаем Екклезиаста 3.11. Вложил Бог в сердца людей вечность. То есть Бог это вложил в наши сердца. А человек своим вот этим плоским сознанием, он как бы вытесняет эту вечность из своего мировоззрения, из своего сознания. Это я помню еще, когда учился в техникуме, моему классному руководителю дали задание, чтобы со мной провести беседу антирелигиозную, чтобы я комсомольцем стал. И вот она оставила меня после уроков и говорит, вот, ну почему ты веришь в Бога? Говорю, ну а как не верить в Бога? Вот, говорю, человек настолько ограничен, что он ничего из себя не представляет. Ну, мы же все знаем, ну как вы все знаете? Вот можете себе представить такое понятие, как бесконечность? Все равно вам кажется, что где-то конец-то есть, но вы же ученые говорите, что вселенная бесконечна, да? И в то же время вы это отрицаете, отвергаете эту бесконечность. А вот Бог хочет, чтобы мы открыли себя для вечности, для бесконечности. И мы созданы для того, чтобы жить вечно. Человек как вектор имеет начало, нет конца. То есть бесконечно. И смерть только перемена его существования, изменение его существования. Но душа человека, она живет всегда. И Бог, он есть Бог мертвых, он Бог живых. Как мы в Ветху в Завете читаем, Бог говорил, что я Бог Авраама, Исаака, Якова. Эти люди уже умерли, да? Но Бог себя называл их Богом, потому что для Бога все живы. Это только для земных людей они умерли. Для Бога-то они не умерли. Они наоборот еще ближе стали и пришли к Нему. И наша жизненная нынешняя жизнь, это всего лишь подготовка к той вечной жизни, которая ожидает нас. Это, как можно сказать, детский сад, или как ясли, как школа, которая подготавливает нас к чему-то более значимому. И вот эта наша маленькая земная жизнь подготавливает нас к вечной жизни, к вечности. И Авраам Линкольн когда-то сказал, уж конечно, Бог не мог сотворить такое существо, как человек, на один день. Нет, нет, человек был создан для бессмертия. То есть Бог не создавал нас, не задумывал нас только для этой земли. Он задумывал нас для вечной жизни. И если бы Адам с Евой не вкусили от дерева познания добра и зла, то они и не умерли бы. Они бы не знали, что такое смерть, да? И смерти уже не было бы на земле. И мы читаем в книге Откровения о том, что будет впереди. И смерти уже не будет, да? Не плача, не вопля, не болезни уже не будет. И там спасенный народ, церковь Христа будет вечно с ним пребывать, с Господом. И там всегда с Господом будем, как мы читаем. Вот это великое будущее, которое ожидает нас. И мы созданы для того, чтобы жить вечно. И в принципе это в нашей природе человеческой. Мы все хотим жить вечно. Все хотят жить больше, больше и больше, да? И даже самый старенький человек скажет, я хочу еще не одну такую жизнь прожить, да? Если была бы возможность. Потому что жизнь это прекрасно. И Бог вложил эту жизнь, Бог создал эту жизнь. Мы читаем, в нем была жизнь. И жизнь была свет для всех человека. То есть жизнь, она в Иисусе Христе. Ученые могут создать все, что угодно, но они не могут создать жизнь. Ни один человек не может вложить жизнь. Может взять зернышко, вложить там все компоненты этого зернышка, внешне сделать похожим, да? Но вот жизнь вложить, чтобы оно проросло, никто не может. Потому что Бог податель жизни. И если Бог подарил эту жизнь, то эта жизнь будет длиться всегда. Потому что человек, само сознание, да? Чело, разум, да? Чело, голова, разум и вечно, да? Вечность. То есть из двух слов состоит слово человек. То есть что мы вечны. И для этого нас Бог и создал. И у нас есть этот внутренний врожденный инстинкт. Жажда бессмертия. Вот сколько всяких там книжек написано, рассказов о том, что кто-то изобрел эликсир бессмертия, да? То есть людей, это будоражит их сознание. То есть людям это интересно. Что вот найти бы что-то такое, чтобы не стареть, не умирать и жить вечно. А это и есть Христос. Христос сказал, я есть жизнь, да? И я есть воскресение и жизнь. И верующий в меня, если умрет, воскреснет и будет жить всегда. Он первенец из умерших, да? И если воскрес Христос, то мы считаем, что воскреснем и мы. В этом суть нашей веры. Мы верим в вечную жизнь. Мы верим в то, что мы будем существовать всегда. И потому наша земная жизнь уже ориентируется на вечную жизнь. Потому мы и верующие. И апостол Павел пишет, что если вы надеетесь на Христа только в этой жизни, то вы несчастнее всех человеков. То есть ваша жизнь будет печальна. Но наша жизнь прекрасна, потому что у нас есть еще впереди целая вечность. И потому это вдохновляет нас. Это ориентирует нас на правильную жизнь, на правильные поступки. И Бог создал нас по своему образу и подобию. То есть Бог, Он не сотворенный, Он вечный. Но Он сотворил нас по своему образу. И в чем это подобие? В том, что мы будем существовать всегда. Как существует всегда Бог. В отличие от всего другого творения. Написано, земля и все дела на ней сгорят. И небо свернется как свиток. И вот эти звезды, и все упадут. И Бог создаст новое небо и новую землю. А человек, он будет всегда существовать. То есть даже такие великие планеты, огромные звезды, они и то прекратят свое существование. А человек никогда не прекратит свое существование. Потому что он вечен. Он создан по образу и подобию Божию. В отличие от всех других животных, от всего, что Бог сотворил. Написано, Бог вдунул, из праха взял, вдунул дыхание жизни. И стал человек душою живой. То есть в отличие от всего остального. В ни во что другое Бог не вдыхал. Так свое дыхание, как в человеке. И человек зарожден был еще тогда в Эдемском саду. От Бога. И по образу Бога. Чтобы жить вечно и жить всегда. И наше физическое тело, это только временное пристанище для нашего духа. Апостол Павел называет тело одеждой. Он сравнивает ее с одеждой. Что как человек берет, снимает одежду, одевает. Так же говорит, и мы снимем эти тела и оденемся в небесные тела. Которые уже будут не стареющие, которые будут уже вечные. Потому что, говорит, есть тела земные для земной жизни. А есть тела небесные для небесной, для вечной жизни. И он говорит, я хочу совлечься, то есть умереть. Чтобы облечься уже в небесное тело. И всегда быть Господом. И вот это вдохновляло апостола Павла. Этим он вдохновлял и нас. И говорит, утешайте друг друга этими словами. Что при гласе и трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде. А потом мы, оставшиеся в живых, изменимся и восхищены будем навстречу Господу. И там уже всегда с Господом будем. Это вдохновляет всю нашу жизнь. Вот это прекрасное будущее, которое ожидает каждого из нас. Никаких-то особо избранных. А Господь говорит, придите ко мне все. И Он всем подарит жизнь. Он есть эта жизнь. Он есть податель жизни. И есть небеса, прекрасные с Господом. И есть преисподние. И есть озеро огненное, которое создано для дьявола и его ангелов. Есть эти две реальности. И апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 5.1. Мы знаем, что если рухнец, шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом. Его даст Бог. Он нерукотворный, вечный на небесах. То есть это Он говорил о теле. То есть земное тело Он сравнил с шалашик. Просто из веточек сложили шалашик. Вот он какое-то время может для пастухов или для грибников шалашик может служить пристанищем, чтобы переночевать, чтобы от дождя укрыться. Но шалаш это не дом. Шалаш это что-то такое временное. И вот Он называет наше тело как шалаш временное. Временное обиталище для нашей души. А у нас есть дом. Где он? На небесах. У Господа. И вот Он говорит, что этот дом нерукотворный. Этот дом вечный. То есть это то, что сотворил Бог. Вечное тело. И есть две категории людей. Есть люди, которые говорят, да будет воля моя. И есть люди, которые говорят, что Господи пусть будет так, как Ты хочешь. И от этого будет зависеть, в какое место попадет человек на небесах. То есть тот человек, который признает только свою волю, только свое желание хочет исполнять, то он попадет в место отвержения. То есть он попадет туда, где Бога нет. И Бог ему скажет, пусть будет так, как Ты хочешь. Я не приготовил Тебя вот для вечного ада, для вечной погибели, для озера Угнина. Я приготовил для Тебя небо. Я приготовил для Тебя, как он сказал, обители, да? И обители этих много на небесах. Это то, что приготовил Бог. Но есть люди, которые идут вслед сатаны. И вот как апостол Павел пишет, что боюсь, как змей хитростью увлек Еву, чтобы и ваши умы не повредились, отвернувшись от Христа. Чтобы вы не отошли от Бога, живого истины. Чтобы вы остались верны Христу. Чтобы вы слушали то, что говорит Христос. Не то, что мне хочется, не то, что мне нравится. А чтобы мы преклонились перед Ним и сказали, Господи, да будет воля Твоя. И в этом как раз трудность христианства. В том, что христианство начинается с отвержения своего гордого Я. Как Христос сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и тогда следуй за Мною. И многие люди соблазняются. Помните, богатый юноша пришел к Иисусу и говорит, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Господь увидел, полюбил его, говорит, раздай свое имение. И будешь иметь великие сокровища на небесах. И что этот юноша? Он соблазнился. Он огорчился и он ушел от Христа. И Христос воскорбел даже сердце, даже прослезился, смотря на этого юношу, так ему жалко было, он полюбил его. Но этот юноша шел в ад, в погибель. Почему? Потому что он избрал свой путь. Он избрал свою волю. И Христос сказал, как трудно надеющемуся на богатство войти в Божье Царство. И тот человек, который прилепился к этому земному, к этим плотским удовольствиям, к этим плотским привилегиям, ему очень трудно идти за Христом. Потому что путь за Христом требует определенной жертвенности. Определенной жертвенности. Всегда со стороны человека. Это труд, это определенный труд духовный. Это путь нелегкий, но благословенный. Потому что вы получите великую награду, великое воздаяние, ожидает тех, кто пойдет этим путем верности служения Христу. Кто пойдет путем веры. И кто скажет, да будет воля Твоя, как Ты хочешь, Господи. Пусть Твоя воля исполнится в моей жизни. А другие люди скажут, нет, а я не хочу. И Господь скажет, ладно, пусть будет так, как Вы хотите. Силой я Вас тащить на небо не буду. Вы должны стать моими друзьями. Вы должны полюбить меня. Вы должны добровольно избрать вот то, что я Вам предлагаю. Вы должны принять этот дар спасения добровольно. Никого через какое-то там чистилище, как некоторые люди представляют, что там Бог начнет чистить, там бить, выколачивать, и потом все-таки на небо возьмет. Такого нет. Есть только здесь, на земле, вот этот выбор. Или я с Господом, и пусть будет, Господи, воля Твоя. Или Господь скажет, ну, живи как хочешь. Живи как тебе нравится. И оставит нас в покое. Хотя Он и любит нас, но силой спасать Он нас не будет. И выколачивать из нас грех силой Он не будет. Вы должны сами умилиться сердцами и покаяться, возненавидеть греха возлюбить Господа. Это должно быть наше решение, решение нашей воли. И когда мы живем в свете вечности, то тогда начинают меняться наши ценности жизненные. Начинают меняться наши жизненные приоритеты. И нам не жалко жертвы для Бога. Потому что это есть вложение. Тот человек, который не верит в вечную жизнь, попробуй заставить его десятину давать. Он скажет, ну, зачем? Ну, может, там, какими-то хитрыми манипуляциями, что вот, может быть, здесь тебе там завтра что-то обломится. Тогда, может быть, пожертвует. Но тот человек, который ходит пред Богом и живет для вечности, ему не жалко вкладывать в Бога, да и в дело Божие. Потому что он знает, что он во сто раз и больше получит от Господа воздаяния, да, за то, что мы сделали для него здесь на земле. И каждый даст отчет за то, что он делал доброе или худое творил. Потому что пишется памятная книга о каждом человеке, о каждом из нас. То есть мы записываем. Вот наступил этот год, и мы начинаем записывать. Вновь и вновь, как вот на работе я прихожу, там лежит журнал, там написано 2013, да. Открывал я первую страницу и записываю. Сейчас уже 13-ю страницу, да, и записываю. И вот так наша жизнь. То есть как вот этот журнал, да, год за годом мы записываем. И однажды придем пред Богом и будем давать отчет о том, как мы жили в теле. То есть это есть как бы вклад в это будущее, которое ожидает нас. И одним Господь скажет, войдите благословенные и наследуйте царство. Потому что вот я здесь был лак, вы меня одели. Здесь был голоден, вы меня накормили. Здесь вот в больнице был, вы пришли, посетили меня. И тогда эти люди скажут правильно, и Господь, да когда мы это тебе сделали? А Господь говорит, вот у меня все записано. То, что вы сделали одному из меньших, вы сделали мне лично. Вот почему на Рождество мы дарим подарки. Как мы можем подарить Христу что-то? Господь говорит, то, что вы сделаете одному из меньших, вы сделаете мне. Вот почему эта традиция, да, мы дарим подарки. Потому что мы этот подарок делаем для Христа. Когда мы делаем что-то человеку, который не может нам воздать в ответ, то мы делаем это для Христа. Когда же мы несем подарочку богатому, который нам даст больше, да, мы уже никакой награды не получим. И потому Господь говорит, что будь мудрым, что собирай сокровища там на небесах, чтобы не здесь на земле уже там наладить связи, получить себе какие-то прибыли, а чтобы придя на небо, получить награду. И апостол Павел пишет о себе, все, что для меня было преимуществом, то ради Христа я подсчитал щитой, мусором. То есть, что для него было преимуществом? Это быть первым, это быть достигшим успеха, это быть человеком уважаемым, человеком образованным, человеком, который прилагал все силы, чтобы пред людьми быть, как он говорит, непорочным. В глазах окружающих он был идеальным. То есть, вот столько он усилий прилагал. Он достиг этого успеха, прилагая эти усилия. И вот он достиг этого уважения со стороны всех своих родственников, со всех своего народа. Сам пересвященник давал ему поручения. То есть, значит, знал его лично в лицо, да? И уважал его, и говорил, о, какой хороший молодой человек. И вдруг все поменялось. Те, которые любили и уважали его, стали его люто ненавидеть. И готовы были убить его, да? И жажданы. Даже были такие, что клялись там 40 человек, что не будем есть и пить, пока не убьем Павла, да? То есть, такая ненависть сгорела в их сердцах. Апостол Боя говорит, а для меня это не важно. Раньше было важно, чтобы я был в уважении, в почете, чтобы меня любили, чтобы ко мне относились хорошо. Он налаживал эти связи с окружающими людьми, со своим народом, со своей общиной. А теперь, говорит, для меня это ничего не значит. Потому что я теперь хочу служить только Иисусу Христу. Я теперь хочу понравиться только Иисусу Христа. Я хочу, чтобы меня любил, в первую очередь, только Иисус Христос. И потому, говорит, что если бы я людям угождал, я бы уже не был рабом Иисуса Христа. И потому ему приходилось говорить такие слова, которые возбуждали ярость и гнев со стороны таких знатных и влиятельных людей. И даже там правитель говорил, безумствуешь ты, Павел. То есть называл его безумцем. Почему? Потому что он говорил об Иисусе Христе. Он говорит, нет, я говорю слова здравого смысла. Я говорю то, что знаю. И хорошо, чтобы вы тоже стали верующими. И это ставило его в оппозицию таких отверженных. Для иудеев соблазн, для еленов безумие. А для тех, кто принимает Христа, это сила Божия ко спасению каждого. И вот он проповедовал Христа. Он говорит, я не стыжусь проповедовать Христа. Потому что это ко спасению. И это не важно, что тебя на земле там не поймут, что тебя там, как ему там давали по 40 ударов за то, что он проповедовал Христа. Его били палками, его камнями побивали за то, что он проповедовал Христа. Но он говорит, это не важно. Важно, чтобы еще люди спаслись. Чтобы церковь выросла. Чтобы было больше спасенных людей. Потому что это касается вечности. А то, что здесь на земле, можно и пострадать. И Христос, как бы он говорит, что если мы со Христом страдаем, здесь на земле, то на небесах мы будем и во славе. А если мы здесь на земле постыдимся, то Христос говорит, и я постыжусь вас пред Отцом Небесным и предам Глави. И всю вечность на безнапрочном спасется, но как головня из огня. Без награды, без чести, без славы. То есть в таком печальном, ущербном состоянии всю вещность. И апостол говорит, я так не хочу. И потому говорит, я бью не так, чтобы воздух бить, а смиряю и порабощаю плоть свою, чтобы оказаться там на небесах, во славе. Потому он говорил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне видеть славу, которую даст мне Господь, праведный судья. То есть он предвосхищал, он ожидал вот этого великого, когда он войдет к Господу, и там он будет во славе. Да, здесь его унижали, здесь его презирали, здесь говорили о нем, что он обманщик, здесь его старались поймать, в тюрьму бросали, заковывали в цепи и судили. Но он говорит, это для меня не важно. Важно, чтобы, прийдя туда к Господу, где не было стыдно, посмотреть в глаза Христу. И вот это для него было важно, что теперь готовится мне вот эта награда, которую даст мне Господь. Он жил этим ожиданием вечной жизни. Не этой земной, он готов был идти на большие жертвы и проблемы ради вечной жизни. Потому что смерть это не конец. Их апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть для меня это награда. Смерть это не конец. Смерть это только переход в вечную жизнь. Это чтобы быть уже с Господом. Потому что пока мы в теле, мы отделены от неба. Мы на земле. Но стоит нам умереть, мы сразу же пойдем на небо. Уже ничего нас разделять не будет с Господом. И потому Павел этого желал. И мы читаем, как он пишет. И не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Как это прекрасно, то, что Бог приготовил для нас. И вот это вдохновляло и восхищало апостола Павла, и поддерживало его даже в самых тесных и тяжелых обстоятельствах. И ради этого будущего он готов был терпеть все, что угодно. Любые пытки, любые страдания. Потому что он знал, что наши временные страдания никак не сравнятся с той великой славой, которую мы получим благодаря этому на земле. И Бог вознаградит нас за верность. Людям нравится носить награды. И вот там ветераны разных сражений, да, они выходят в День Победы, одевают все эти ордена и с такой гордостью, да, счастливые такие, что вот это мы заслужили. А другие, которые, может быть, рядом с ними были, они смотрят в зависть и говорят, что вот мы-то что там, мы там тыловые крысы, мы ничего не делали. А вот они шли в бой, да, они побеждали свой страх, они шли на жертвы, и поэтому им дали награды. И вот Господь хочет, чтобы мы вошли на небо, не просто так, как вот какие-то тыловые крысы, да, которые отсиделись где-то там в норках, а Он хочет, чтобы мы вошли на небо, и чтобы наши груди были увешаны орденами и наградами, чтобы на нашем голове был венец, который даст Господь, венец славы, чтобы Господь, смотря на нас, говорил, вот это мои дети, вот это мои воиды, они были верны, они претерпевали трудности, они шли на жертвы, они прилагали усилия и старания, и поэтому я хочу наградить их. И вот наше желание должно совпадать с желанием Бога, чтобы не только здесь на земле нам было хорошо, тепло, уютно и прекрасно, как многие христиане только об этом и думают, чтобы как бы на земле побольше денег Господь дал, побольше благословений, побольше защиты, и только вот апостол Павел говорит, вы выслите о земном, о земном, и ваша слава, ваша награда в сраме, так он пишет. То есть он говорит, что это плохо, когда вы ищите только земного. Иисус Христос говорил, ищите горнего, ищите небесного, ищите того, где Христос сидит, да, и ради этого небесного вы должны сегодня нечто совершать, может даже идти на какие-то жертвы, потому что невозможно получить награду, не проявив твердости, жертвенности, смелости, доблести, а Бог хочет наградить нас. Потому что люди мира сего, неверующие люди, чего они ищут? Они как раз вот этого и ищут, побольше денег, побольше имущества, побольше славы, побольше удовольствий здесь на земле, да, и всего этого ищут язычники. А вы же ищите Царствие Божие и Его славу. А все это, Христос говорит, это просто приложится, как прилагательное будет вам, это не важно. И апостол Павел говорит, что мы ничего не имеем, но всем обладаем. Что мы вроде бы неизвестны, нас все узнают, да, но мы в силе Божией, да, хотя вот и в трудностях, и в проблемах, и страданиях, но в Духе Святом и в силе Божьей. И вот пусть наша жизнь будет протекать именно так, как хочет Господь. И настанет день, когда Иисус скажет нам, придите, благословенные Отца Моего, и наследуйте Царство, приготовленное вам от создания мира. Когда мир был создан, это Царство было создано уже для нас. И Господь говорит, вот, наконец, вы пришли, то, что для вас. То, что сейчас на земле, это временно, это как на вокзале, это как шалаш, пишет, на посту, это, вам нужно пройти этот рубеж, а впереди вас ожидает вот то, для чего вы и созданы, для чего Господь вас и создал, для неба, для Царства Своего. И пусть Господь вдохновит нас, вот, смотреть дальше, чем вот сегодняшний день, чем вот завтрашний день, чем там на пять лет вперед, на десять лет вперед. Господь хочет, чтобы мы смотрели дальше, чтобы мы смотрели в вечность. И чтобы мы жили вот в этой вечности, которую Бог вложил уже в сердца наши. И потому Бог, Он явен для всех людей. И потому люди имеют вот это в своих жизнях, в своих сердцах. Они имеют это понимание, они считают, что да, это правильно. Да, это правильно быть жертвенным. Да, это правильно заботиться там о бедных. Да, это правильно... Это любой человек на любом континенте вам скажет, да, что это правильно, это хорошо. Но люди так не живут. Почему? Потому что нету веры. Веры нет. И потому они начинают воровать, и потому они начинают обманывать, и потому они начинают унижать, и творить всякое зло. Потому что у них другая вера. Они говорят, а я его докраду, у меня будет. А то, что там Бог сказал, что это не принесет тебе пользу, это не важно, да. Что там придет возмездие, да, и придется тебе отвечать за это перед Богом, это не важно. И человек вот живет вот в этой суете, вместо того, чтобы жить в вере, да. И если бы он жил верою, он бы сказал, зачем мне это надо? Я этого не хочу. Не прилепится ко мне вот это никакое зло. Потому что я ищу Божьего. Я иду на небеса. И я хочу, чтобы там быть во славе, а не в стыде. «Совет, что Господень состоит вовек, помышление сердца его в рот и рот». То есть Бог, Он думает в позиции вечности. И поэтому Он порой нас и наказывает, как мы читаем, всякую вещь, которая приносит плод, Он очищает, чтобы больше принесла плода. То есть Он смотрит на результат. И ради этого результата человек порой говорит, «Ну Господи, ну почему это со мной случилось? Ну почему это происходит?» Не понимает, да. Потому что он не видит этого результата. Но когда человек будет смотреть так же, как смотрит Бог на результат, он скажет, как и говорил, что «пусть испытывает меня, как говорил Иофф, выйду как золото, выйду очищенным». И он не был удручен, он не был снят всеми этими проблемами жизненными, этими муками, страданиями, что даже жена говорила, «Похули Бога и умри, зачем тебе жить?» Он говорит, «Ты говоришь, как одна из безумных, разве только доброе мы должны принимать?» Ведь любящим Бога, призванным по Его исполнению, все ко благу содействуют. И когда прошли вот эти годы, и даже жена посмотрела на этих прекрасных дочерей, которые были красивее всех остальных, да, на земле, от этих прекрасных детей, которые Бог дал нам еще на то, и сабилие, и богатство, и, самое главное, жизнь вечную, да? То есть, когда человек посмотрит вот оттуда, тогда он скажет, «Да, Господь, ты был прав, все было правильно, все было хорошо, и имя твое прославилось, хотя мне было, конечно же, трудно, да, в тот момент на земле, но это стоило того». И каждый из нас это скажет, что то, что дает Господь, это наилучшее, это совершенное, это прекрасное для нас. А то, что мы сами себе ищем, это только проблемы на свою голову, проблемы сами для себя. И поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, мы можем сказать, «Господи, пусть будет Твоя воля в моей жизни». И вы проведете гораздо и гораздо больше времени по ту сторону смерти, в вечности, нежели здесь на земле. Лет жизни человека 70, при большей крепости 80, да. И то лучшее, труд и болезнь, да, здесь на земле, потому что проходят быстро, а впереди это миллиарды, 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 миллиарды веков, да, без конца. И поэтому, что такое жизнь наша? Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Но впереди эта временная наша земная жизнь готовит нас к вечной жизни. И земное существование это лишь тренировочная база, это детский сад, это пробное испытание, которое готовит нас к жизни вечной. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию прибудет вечной. То есть, все земное пройдет, все эти планы человеческие исчезнут, все эти желания человеческие испарятся. Но то, что сказал Бог, это верно и сегодня, и через тысячу лет, и через миллион, и миллиард лет, это будет так же верно. И потому нужно избрать то, что вечное уже здесь на земле, и держаться этой вечности. Как я, как эта веревка, которая входит в освятилище, как пишет апостол Багом, что я ухватился за эту веревку, за эту веру, за эту надежду, и я держусь, и не хочу упустить. Потому что это самое важное, что только есть на земле. И пусть Бог вдохновит нас переоценить свою жизнь. Вот то, что временное, пусть для нас не будет таким важным. Как мы читаем, имеющий, будь как не имеющий, покупающий, как не покупающий, как не приобретающий. Потому что это все не так важно. А вот то, что является вечным, вот это важно. И вот это пусть будет для нас на первом месте. То, что вечно. А то, что там все остальное ты там потеряешь там что-то. Но если ты это потеряешь ради вечного, то ты только приобретешь. Потому что это на самом деле ценное. И Христос говорил, что Царствие Божие, оно похоже на человека, который собирал жемчуг. Но когда вот он нашел такую огромную прекрасную жемчужину, ради нее он пошел и продал все, чтобы ее приобрести. Чтобы стать ее обладателем. И вот чтобы нам стать обладателем Христа, обладателем вечности, нам нужно от чего-то отказаться и чем-то пожертвовать. И пусть это будет сделано нами с радостью, а не так, что Бог там нас на смертный отр положит или в больницу, как написано. Бог говорит однажды и другой раз. Если не послушает человек, то жестокой боли во всех костях его, что от пищи отвращается его душа, чтобы изменить эти мысли человеческие, чтобы изменить наше сознание. Бог иногда использует даже какое-то наказание, и болезни даже использует. Но нам не нужно этого дожидаться. Нам нужно это делать с радостью и добровольно. И сказать, Господи, учи меня, я хочу научиться твоим глоболам, я хочу приобрести твою истину и жить по ней, потому что только это есть ценно сегодня и завтра и вечности. Это также будет ценно, потому что Слово Божие, оно вечное Слово, все остальное временное. И потому Господь хочет, чтобы мы не прилиплялись так вот к этому временному, чтобы мы не срастались вот с этим земным, а чтобы мы на самом деле прилипились к вечному. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Как один евангелист, тогда грунт, словом не приехал, к нам, жил тут у нас несколько недель и говорит, вот я тебя понимаю, почему твои верующие так тебя не очень любят. Я говорю, почему? Они, говорит, для тебя не жертвуют. Ты им ничего не стоишь как бастер. И потому, говорит, они тебя не любят. Они свои деньги вкладывают в свои вещи, в свои квартиры, в ремонт, в то, другое. И их сердце привлекло к чему? К земному. А он говорит, если бы они вкладывали в тебя, то их сердце было бы с тобой. Потому это как в том анекдоте, когда гаишник останавливает водителя и говорит, ты, где был? Потому что он все время с него деньги брал с этого водителя. Он говорит, я ездил на море. Как? За мой счет на море ездил? Как это ты смог? Как ты посмел? А другой подъезжает и говорит, здравствуйте, а как ваши детки? Как они закончили школу, поступили? А горишин говорит, а что вы так беспокоитесь? Я уже 20 лет ваших детей кормлю. Как же они не беспокоятся за них? Вот так в практической жизни это появится. Куда человек вкладывает, то для него и дорого. Если человек копил деньги, купил машину, и выплачивает за нее долг, кредит, то попробуй там эту машину поцарапать, у него сразу же это отразится на его сердце, потому что у него там вложено сердце это. И вот Господь хочет, чтобы мы вкладывали наши сердца, наши жизни, наши деньги в Царствие Божие. Искали прежде всего Царствие Божие и правду его. Чтобы для нас это было ценно, чтобы любая радость церкви была нашей радостью, любая людьми на самом деле соединенными со Христом, чтобы мы были телом Христовым, чтобы мы были Церковью Христовой, чтобы окружающие люди через наши дела увидели, что мы верующие, что мы на самом деле веруем в Бога, мы пели, да, что верую, 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 и потому молюсь, потому мои слова это молитва к тебе, потому моя жизнь это поклонение тебе, потому что я не могу иначе, потому что я верую в тебя. И как один сказал, Господи, веруй, но помоги моему неверию. Убери неверие с нашей жизни. Будем об этом молиться, чтобы Бог укрепил нас в вере, чтобы мы жили в свете будущего, в свете вечного, в свете того, что не проходящее. Чтобы мы жили вот этими вечными ценностями, жили Богом. Он вложил эту вечность в сердца наши. И будем жить этой вечностью, не вытесняя вот этим временным, этой суетой. Аминь. Будем молиться.